Всем привет! Сегодня покажу вам мою новую книжечку. Она выполнена на заказ. Это зимняя книжка с зимними новогодними сюжетами. Здесь 8 сюжетов, то есть 5 листов. Обложка и вот задняя обложка с елочкой. На обложке на первой у нас Дед Мороз. Здесь же система перетяжек звездочки-буговки. На резиночках можно подергать, посчитать, назвать цвета. Книжка на магнитной кнопке, как всегда, декорирована деревянной пуговкой. Открываем книжку. Книжка выполнена в основном по мастер-классам девочек из группы ВКонтакте. Первая страничка елочной игрушки. Она выполнена по мастер-классу Корнеева и Екатерины. А здесь нам нужно подобрать елочные игрушки по силуэтам на страничке. Первая это вот такой вот шарик. Все игрушки на магнитных кнопочках. Шарик у нас бубенчиком. Еще одна игрушка. Это конфетка. Тоже подбираем ей место. Звездочка. Колокольчик тоже с бубенчиком. И домик. Все игрушки украшены пайетками, пуговками, блестящими ленточками. Новогодняя тема. Также у каждой игрушки есть петелька. Этими игрушками можно украшать елку в Новый год. Следующая страничка выполнена по мастер-классу Ирины Бондаренко. Это страничка по стихотворению. Одному я его выкладывала в ВКонтакте, что в группе у меня можно его почитать. Здесь 5 зайчиков и 2 волка. Смысл в том, что зайчики испугались волков и спрятались на елке. И волки приняли зайчиков как заелочных игрушек. Здесь 5 зайчиков. Все они на разных креплениях. Один на пришивной кнопочке. Еще один на металлической петельке и крючочке. Третий зайчик на липучке. Четвертый зайчик на воздушные петельки и пуговки. Вот здесь мороженка. Сюда вешаем. И верхний зайчик на магнитной кнопочке. И два вот таких вот страшных забавных волка. Также на страничке есть кармашки. Вот здесь вот под елочкой. Сейчас я эту уберу. Здесь за елочкой есть 2 кармашка. Сюда могут прятаться и зайчики, и волки. Также есть 2 кармашка за сугробиками. Тоже можно сюда посадить волка при желании. Или зайчика. На верху страничке вот такие вот объемные блестящие звездочки. На елочке также есть гирлянда из бусинок. Здесь разные бусинки. Квадратные, круглые, фигурные. Можно попросить малыша украсить елочку. Перегнать некоторые бусинки через колечко. И также здесь цифры это наступивший год 2017 и надпись Нью-Йорного года. Дальше, следующая страничка, следующий разворот. Первая страница это снеговик пазл. Он сделан по мастер-классу Анны Рыбченко. Страничка сама выполнена из велкро ткани. Все детальки съемные. Здесь нам нужно собрать снеговика. У него все снимается. Ставим туловище, шарфик, голову в шляпе, ручки на место. Метека, снеговику в руки. 6 снежинок. Тоже можно прилепить на любое место на страничке. Облачко одно съемное. Внутри наполнитель шуршащий и стеклянные шарики. Облачко сделанное флисом. Все эти шарики можно прощупать пальчиками. Еще одно облачко пришито тоже шуршащим наполнителем. Кармашек на молнии. Будем учиться расстегивать, застегивать. Сюда можно убрать некоторые детали нашего снеговика. Так, спрятали и закрыли. Следующая страничка. Мишка. Это мастер-класс гостевой Анастасии. Мишка у нас вот такой смешной. Он занимается. Большой животик объемный. А внутри мишки пищалка. Можно играть как отдельно игрушкой на липучке. Крепится вот сюда. Елка, которую нам нужно украсить. Елочка сделана тоже из ткани лукро. Все детальки у нее снимаются. У нас 5 елочных игрушек. И звезда на пришивной кнопочке. И здесь же тоже система перетяжек. Дергаем за резиночки. И сова у нас тоже. Приходит движение. Где у нас сова? Вот у нас сова на резиночке. Вот у нас все двигается. Здесь же бубенчик. Разные пуговки. Можно их назвать. Грибочек, бабочка. Здесь уточка, сова. Цветок, звездочка, бубенчик. И также по игрушкам. Тут мишка-панда. Яблочко. Собачка. Еще мишка. И пчела или муха. И звездочка на макушку. Здесь есть кармашек. Детальки съемные. Некоторые можно убрать туда. Также здесь зимнее дерево. Дерево я немножко дополнила. Тоже видела эту идею в интернете. Сейчас даже не скажу мастера. Но если я найду, то обязательно укажу. Здесь снежок. Съемный на пуговках. И вот такие вот снежинки. Снежинки на магнитиках. Магнитик один в снежке. И еще один в снежинке. И вот так вот они приклеиваются. И мы будем украшать дерево снегом. Здесь пришивная пуговка на ножки. Пристегиваем снег. У нас зимнее дерево получается. И ставим снежинки на магнитике. Вот такая вот страничка. Следующий разворот. Здесь совместные усилия девочек. И мои дополнения. Первая страничка. Здесь часы. Дед Мороз выполнен по мастер-классу. Тоже корниевы Екатерины. Вот захотелось мне давно сделать часы. Я решила Деда Мороза добавить на этот циферблат. Здесь все цифры на липучках. Будем изучать время. Как собрать. Есть маленькая подсказочка. Четыре цифры. Красно-розовые. Нужно найти места. И дальше собираем все часы. Стрелочки вращаются. Можно задавать малышу какое-то время. Стрелки снимаются. Такие две стрелочки. Елочка тоже снимается. Она на липучке есть у нее стебель. И сюда Дед Морозу под рукавичку приклеивается. Такой Дед Мороз. Здесь есть блестящие звездочки. Опять же все цифры снимает. И помпончик такой. Следующая страничка. Это новогодний носочек или сапожок. А здесь елочка сделана по мастер-классу Татьяны Ахметхановой. Елочка-пирамидка. Здесь четыре детали. Они на липучках. Нам нужно собрать елочку. Начинаем от большей детали к меньшей. Вот такая макушка. Дальше. У домиков снимаются тоже детальки в форме геометрических фигурок. И елочка. Овал. Маленькая деталька. Квадратик. Треугольник. И вот сюда прямоугольник. Так же у снежного дерева снимаются снежинки. Здесь можно изучать понятие большой, меньший и маленький. Большая снежинка, средняя и маленькая. Здесь все на липучках. Снеговичок из трех пуговок. Тоже можно показать большую, среднюю и маленькую пуговку. Вот такая вот веточка. С бубенчиком мы ее крепим на крючочек. Крючочек здесь спрятан под снежинку. Так же весь вот этот вот, вся окантовочка снимается. Она на липучке. И здесь в носочке есть кармашек. Сюда можно складывать детальки. И собираем носок обратно. Такой вот сапожок получился. И последний разворот. Первая страничка это домик. Новогодний снежный. Здесь много заданий. Здесь первая это шнуровка. Открываем ставни. И здесь у нас прячется снегирь. Снегирь на магнитике. Снегиря мы уберем. Задание малышу кропотливое. Нужно зашнуровать. Закрыть ставни, пройдев шнурочек через все петельки. Такой блестящий домик. Дальше сам домик у нас открывается. И здесь еще игровое поле. В самом домике есть кармашек на волне. Сюда можно прятать детали. И так же сюда можно прятать детали. Вот эти вот геометрические фигурки. На обратной стороне домика. Силуэты геометрических фигур. Нам нужно подобрать все фигурки по силуэту. Здесь уже нет подсказок по цветам. Здесь мы изучаем чисто геометрию. Треугольник, овал, прямоугольник, круг и квадрат. Так, снегирь нам пригодится. Домик закрываем. Три елочки наверху. И за одной елочкой в сугробе у нас прячется зайчик. Здесь на домике пуговки. Можно посчитать, назвать цвета. Можно по ним пошагать. В общем, заданий можно придумать много. Закрываем. Домик валенок. Эта страничка сделана по мастер-классу Просковья Лужицкой. Так, что здесь? Во-первых, здесь снимаются шишки. Вот эта веревочка у нас крепится на магнитной кнопочке. А все шишки у нас собирает белочка, которая живет в домике. Вот такая маленькая белочка. И вот такие маленькие шишки. С петельками. Одеваем их обратно. Пристегиваем. Белочка прячется в домике. Здесь есть окошко. С силиконовой пленочкой. Закрываем домик. Также здесь на перетяжке можно в домике включать и выключать свет. Двигается окошко внутри. Листик дубовый, который тоже дебилочка принесла на петельке и в пришивной пуговке. И здесь за снежком у нас будет прятаться снегирь. Здесь тоже есть магнитная кнопочка. Обратная сторона. Здесь у нас прячется снегирь. Здесь веточки с ягодами. Рябины. Можно их пощупать. Деревянные объемные пуговки. Вот такой вот разворот получился. И последняя обложка. Здесь елочка. Она собрана из разных пуговок. Тоже приятная на ощупь. Можно дать задание малышу найти пуговку-бабочку на примере или цветочек. Здесь есть цветок побольше, поменьше. И а также можно использовать как мягкий массажер для ладошек. Так, обратная. Корешочек у нас вот такой вот. Здесь тоже новогодние пуговки. Можно называть. Здесь на неговейке, где носочек. Здесь адрес ВКонтакте. Открываем книжку. Такая вот она получилась. К ней будет вот такой вот мешочек. Здесь тоже декорировано бусинками. Печать. И мешочек на кулисках. Можно все завязать. Можно использовать для хранения деталей съемных этот мешочек. Можно переносить книжку. Все швы у мешочка закрыты. Я его сделала двойным швом, чтобы ничего нигде не осыпалось без использования верлака. Я думаю, что он в любом случае пригодится и будет полезен. Ну вот, книжка уезжает в Челябинскую область. Надеюсь, что девочке, для которой он нашилась, книжка понравится. Всем спасибо.